Черта подведена. Те, кто успел заявиться и подать документы, зарегистрированы на участие в выборах. 549 человек баллотируются в губернскую думу, 53 в государственную. Конкурс, говоря на языке университетов, больше 10 человек на место. В результате представлять интересы жителей в региональном парламенте будут 50 народных избранников, в федеральном – 5. Регистрацию в избирательной комиссии прошли не все, более 100 кандидатов получили отказ. Но выйти из предвыборной гонки можно и по собственному желанию. До 13 сентября они могут это делать по любым причинам, а вот до 17 сентября они уже должны привести вескую причину, либо это болезнь, либо еще что-то, для того, чтобы доказать, почему они снимают свою кандидатуру. В единый день голосования 18 сентября в регионе откроются более полутора тысяч избирательных пунктов. В этом году впервые в день выборов на стражу порядков станут общественники. В так называемый народный штаб может войти любой желающий. В случае, если будут замечены какие-либо нарушения, обращаться непосредственно в этот штаб, для того, чтобы можно было, причем в тех заданиях мы заложили возможность, что мы можем отмотать назад, посмотреть, что же именно в этот момент проходило, и оценить ту ситуацию, которая там сложилась. В организации выборов важна роль муниципалитетов. Они обязаны предоставить помещения, где будут располагаться участки места для размещения гидматериалов. Задачи избирательной комиссии, чтобы проголосовать, смогли все. Сделать свой выбор смогут и те, кто в день голосования будет находиться в больницах или СИЗО. Там оборудуют избирательные участки. Пункты для голосования создадут также на вокзалах и в аэропорту. Чтобы поучаствовать в выборах смогли все желающие. Тем, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на свой участок, урны для голосования принесут домой. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.